Контейнерная площадка по улице Краснооктябрьской, 62, вечная вонь и рой мух, утверждают жители близлежащих многоквартирных домов. Такая ситуация здесь сохраняется не первый год. Выходишь на балкон и люди постоянно везут, везут мусор, различные шкафы, деревья, все подряд, все за речи везет именно сюда. Постоянно два-три раза в день вывозят отсюда, но это не помогает. Нередко происходит так, что контейнер стоит пустой, а вокруг все в мусоре. Жители говорят, это не местные захламляют помойку. Мебель, строительные отходы подвозят целыми машинами и не утруждают себя скидывать в контейнеры. Валят там, где придется. Вечерами подъезжают частные машины и сваливают мимо. Нет, что бак. Бак иногда пустой, но они рядом сцепят. У нас баки хорошо вывозят. Это вот частный сектор и ближе лежащее предприятие. Подъезжает он даже. Из машин даже не выходит. Бас, выкинул и поехал. Аналогичная ситуация на контейнерной площадке по улице Короленко, 49. Там тоже, как и в Заречии, частный сектор примыкает к многоквартирным домам. Как результат – свалка. Свою лепту вносят и горе-предприниматели, которые за деньги предлагают вывезти мусор. Таких объявлений в интернете полным-полно. Я вызываю конторских грузчиков. Я их даже тоже не знаю. Они со мной работают. Они прибывают туда, я подъезжаю, мы все грузим и вывозим. Ну вот по городу здесь я 2,200 беру. Грузчики – 400 рублей. Шестая котельная. Денерная площадка. Выгружают полгазели мусора. Вот только куда повезут этот мусор – неизвестно. Но маловероятно, что на полигон. Во-первых, далеко. Во-вторых, за это ведь нужно заплатить. Так что, скорее всего, отходы выгрузят рядом с какой-нибудь контейнерной площадкой. А ведь складирование мусора вне площадок незаконно и можно получить штраф. Статьей 27 закона Алтайского края номер 46 от 10.07.2002 года об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края предусмотрена административная ответственность за складирование мусора, золы, сухой травы, твердого топлива, строительных материалов на территориях общего пользования вне специально отведенных мест. За это существует административное наказание в виде предупреждения, либо административного штрафа на физических лиц от 500 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 1000 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Можно произвести фото и видеофиксацию и направить на электронную почту административной комиссии. А жители говорят, что еще необходимо устанавливать мусорные баки в частном секторе и видеокамеры на проблемных площадках. Если бы были видеокамеры, записывали машины, раз оштрафовали, другой раз, тогда бы подумали.